Книга «Открытым оком. Тема священства. Том 5. Вопрос. 1483». Мы с товарищем давно уже ходим на ваши занятия и можем сделать сравнение с другими. В ином месте слышанном нами. Вы постоянно упираете на то, что виноваты пастыри. Виноваты, что не учат народ правде. Не учат отличать левого от правого. Но есть же и настоящие пастыри и архипастыри в Московской Патриархии. Настоящие патриоты, как Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский, Снычев. Приходилось ли вам что-нибудь читать из-под его пера? Не скажете ли, что и он не патриот, и не духовный, и не рожденный свыше, как говорите о других? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Об этом человеке неискреннем и грубо обманывающем людей я уже не раз отвечал. Если хотите конкретного на этот день, то вот предо мной недавняя газета «День», номер первый за 1993 год. «Любовь не должна быть слепой». Когда прочитаешь эту статью, то чуть не в каждой строке Снычева Иоанна сквозит его слепота или лукавство и хитрость советского архиерея, умеющего ладить с людоедами и при них еще заслужившего столь великий пост за свою «смелость». Но он сейчас разговорчивый такой стал, а тогда языком не шевелил. Прок Исайя 56, простите, но это он сейчас разговорчивый такой стал, а тогда языком не шевелил. Прок Исайя 56, 10. «Стражи их слепы, все и невежды, все они немые псы, немогущие лаять, бредящие лежа, любящие спать». Снычев разговаривает с людьми, как с недоумками. Он же всех за дураков считает, он измывается в своих ответах, как бы перед ним быдло, каким они его сделали в церкви. Ничему не научили народ, кроме как у священников ручки их пухленькие целовать. Говоря о бедах, постигших Россию с 17-го года, он ни словечко не произносит о том, что эту беду привлекла в первую очередь сама церковь. Ибо не учили народ, а попрятались за выданными монастырскими высокими стенами, пока их оттуда не поволокли на расстрел вчерашние их прихожане. Катастрофу руками и речами привлекли церковники. Масоны пришли на готовенькое. На вопрос о зарубежной церкви Снычев отвечает. Но это все же не отменяет того факта, что уехавшие за рубеж пастыри оставили свою паству в руках богоборщицких властей. И именно оставшаяся врачи и часть духовенства взяла на свои плечи тяжкий груз ответственности за жизнь в церкви. С Божьей помощью мы прошли сквозь огонь и воду невероятных гонений, сохранились сами и сохранили свою паству, сберегли и приумножили духовные сокровища русского православия. На крови мучеников и исповедников созидалась из подваль незаметно для постороннего взгляда Русь Новая, очищенная огнем страданий и скорбей, неодаримая своей стойкости и верности святым. Да, были нестроения, были расколы и провокации НКВД, были и потери, но главное, мы сберегли паству, сберегли веру. Кавычки закрываются. Из уважения к слушателям я бы никогда не стал истолковывать то, о чем здесь идет речь, о чем изволит на сытый желудок балаболить дедушка с тросточкой, сидящей на снимке и в белом клобучке. Здесь не просто ложь, но дикая, несуцветная, хорошо отрихтованная ложь. Никого не сохранили они, кроме своего презренного благоутрубия, то есть жалкой своей платолюбивой жизньюшки. Какую-то новую Русь нашел и при том обновленной, духовной. Он или во сне это бредит, или вообще совершенный, мертвый, слепой, безбожник. Да зайди в любой дом, в любое отделение милиции, на любую конференцию, посмотри, послушай и искройся в затвор. Это же плоды ваши, господин Снычев. Говоря о митрополите Сергии, Строгородском, предателе и узурпаторе добавляет, но он был искренен в главном, в желании среди гонений, предательств и провокации, спасти церковь, сохранить ее. И как будто не знает, что в первые века христианства были гонения тяжкие, и однако никто из верующих не шел на такое предательство, чтобы в кавычках «сохранить церковь». Это уже теперь начали патриархийные апологеты дьявольской лжи лакировать свои высказывания. Вначале говорили прямо, что цель была сохранить церковную структуру управления. Разве Бог установил зависимость спасения отдельной души от того, будет ли руководство в сборе? Будет ли Синод действовать? Владимир Бондаренко далее вопрошает. Говорят об агентах КГБ в церковной среде о том, что церковная жизнь и до сих пор не свободна. Иоанн. На вопрос об агентах госпезопасности я уже устал отвечать. Конечно, они были, а в нашей журналистской среде разве не было, а в вашей журналистской среде разве не было? Они всюду проникали. Но в церкви их деятельность сводилась до минимума. Церковь живет жизнью таинственной, благодатной, мистической. Она есть богочеловеческий организм. И никакая агентура, будь то КГБ или ЦРУ, не в силах отменить этого спасительного факта. Куда деться? Убежать за границу? Но бросать отечество – это преступление величайшее. Это значит бросить свою паству волкам. Самому «спастись» в одиночку и потом из-за тысячи километров давать советы и распоряжения. Досадно, что эти вопросы становятся камнем преткновения для здравого понимания современного положения дел в русской церкви. Кавычки закрываются. В Советском Союзе у баптистов в 1961 году началось движение за очищение церкви от предательства. И они отдали более полторы тысячи братьев и сестер. Самый цвет своей молодежи по тюрьмам. И более 30 человек из них никогда уже не вернулись на свободу. Но они отстояли свободу во Христе. Что Иоанн Снычев не знал про них, не слыхал, а он в это время чем занимался до 1987 года? Он лез по иерархической лестнице. Он спасал и спасал день и ночь свою карьеру. Крался к тому дню, когда будет это оправдывать перед всем миром, куролесить словами лживыми. Чем же можно отличить его жизнь от тех номенклатурщиков, как Собчак, с которым он дружит? Оба духовные. Он сам говорит, что на этот вопрос ему уже надоело отвечать. Сколько же можно мать церковь терзать такими вопросами? Его обличают и корреспонденты этими вопросами дают шанс к покаянию, а он врет и дальше. Отсюда вывод, что Снычев беспокаянный. Он будет убить Богом внезапно, без исцеления. И так же его покровители сгинут в одночасье. Таков закон Божий. Второе параллельпоменом 25.16 Когда он говорил ему, царь отвечал, «Разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя». И перестал пророк, сказав, «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». Снычев ярко выраженными словами бунтует против вопроса о секс-содстве в их среде. Это и подталкивает к заключению, что в этом крайне виновен он сам. Иначе бы открыто мог изобличить эту язву в среде патриархии, которую основали Сталин и Берия в 1943 году. Когда Хрущев обнародовал материалы о культе личности Сталина, то он не пошел дальше, а затер все. И с Солженицыным не пожелал сотрудничать. Почему? Да потому что на тысячах документов, где стояло расстрелять, была его, Никитина, подпись. И расстреливали не рядовых тогда. А когда пришел Горбачев, Ельцин, Путин, которые тогда не были замешаны ни в чем, в силу возраста своего, тогда они уже в кавычках смело опубликовали все эти расстрельные списки, и началась реабилитация полная и выплата, хотя бы символическая, запохищенная. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!